Немного творчества и креатива. Мы покажем, как делать яркие предметы декора из подручных средств. Надоела старая рамка для фотографий? Давай ее обновим и сделаем из нее холдер для бижутерии. Отгибаем скобы и вытаскиваем задник. Вынимаем стекло, оно нам не понадобится. Надеваем резинки на заднюю часть с подставкой. Рамку можно окрасить в любой цвет. Используем губку и акриловую краску. Вставляем задник. Закрепляем его скобами. В качестве фона можно использовать любую цветную бумагу. Теперь серьги и цепочки не потеряются. Также можно надевать резинки другим способом. Так места для украшений станет еще больше. Рамка без задника также подойдет. Надеваем много-много разноцветных резинок. Перекрещиваем. Меняем направление, перепутываем их чуть под наклоном. В местах пересечения будут отлично располагаться серьги. Попробуем наш новый органайзер для украшений в действии. Отлично! Чтобы каждый раз не искать нужный карандаш, сделаем удобный холдер из обычного одноразового стаканчика. Надеваем на него две резинки. Одну снизу, вторую сверху. И вставляем карандаши. Теперь они как на ладони. Выбирай тот, что нужен и рисуй. А в сам стакан можно сложить все, что угодно. А в этом стакане будет очень удобно сушить кисти. Для канцелярии он тоже отлично подойдет. Надеваем резинки на стакан ближе к середине. Так они не будут соскальзывать. Трех штук будет достаточно. Следующие резинки надеваем крест-накрест. Потратив шесть резинок, мы получили простой и оригинальный холдер для канцелярии. Теперь карандаши и кисти можно удобно расположить и не бояться, что они рассыпятся в самый неподходящий момент. А теперь сделаем абстрактную бабочку с помощью губки. Нам понадобится пористая губка. Надеваем резинку посередине. Получаем бантик. Раскрашиваем ее в два цвета. Делаем отпечаток на бумаге. Дорисовываем бабочку маркером. Можно оставить одно изображение или сделать узор из бабочек. А сейчас мы поделимся еще одним способом украшения открыток, альбомов или подарочной упаковки. Сделаем объемные сердечки. Мы заранее вырезали шаблон половинки сердца. Их можно сделать разного размера. Нам понадобится красная бумага. Можно также использовать плотную ткань или фоамиран. Кладем шаблон на бумагу и продавливаем по контуру, не пишущей ручкой. Переворачиваем половинку, совмещаем с продавленными линиями. Обводим вторую часть. Вырезаем. Делаем небольшой надрез по центру. Загибаем надрезанные части внутрь, чтобы получился V-образный вырез. С обратной стороны напоминает воротничок. Совмещаем загнутые части. Сердечко становится объемным. Фиксируем клеем ПВ. Такие славные сердечки можно использовать в скрабукинге или декоре. Чтобы акриловые краски не валялись в беспорядке, сделаем для них удобный и очень симпатичный органайзер-подставку. Не будем выбрасывать картонную коробку из-под красок. Она как раз подходящего размера. Отрезаем крышку и откидные створки. Нам понадобится бумага с принтом или скраб бумага, сделанная своими руками. Задекорируем верх коробки, примеряем. Отрежем на пару сантиметров выше края. Посмотрим, как лучше. Проклеиваем боковую сторону, фиксируем бумагу. Клеим дальше. Прикрепляем недостающую часть. Разрезаем уголки. Образовавшиеся клапаны фиксируем внутри. Нижнюю часть будем декорировать бечевкой. Проклеиваем конец. Используем силикатный клей. Фиксируем бечевку на самый низ. Добавляем клей, если нужно. Укладываем бечевку ровными рядами. Готово! В таком соразмерном холдере очень удобно хранить тюбики с краской. Теперь их не придется искать по всей комнате. Эта коробочка отлично подойдет для канцелярских принадлежностей, заметок или нужных мелочей. Сегодня мы покажем, как своими руками легко и просто сделать разноцветных бабочек из обычных ниток. Укладываем защитное покрытие. Сгибаем файл А4 пополам и рисуем контур половинки бабочки. Пометим ту сторону файла, на которой мы рисовали, чтобы маркером не запачкать нашу бабочку. Переворачиваем файл и обводим вторую половину. Разворачиваем. Берем клей ПВА в мисочке и хлопчатобумажные нитки для вязания. Наматываем 8-10 витков на ладонь. Разрезаем сверху. Погружаем нити в клей, хорошо пропитываем. Теперь достаем одну из нитей и произвольно укладываем ее на файл в границах контура. Укладываем так все нити по одной. Их должно быть достаточно, чтобы бабочка держала форму, но не слишком много, чтобы она не смотрелась грубо. Не выходим за контуры. Даем клею полностью высохнуть. Обычно на это нужно не менее 6 часов. Осторожно начинаем отделять краешек бабочки от файла. Удаляем лишний засохший клей. Делаем бабочки тельца из бусин, проволоки и декоративных цветочных тычинок. Отрезаем небольшой кусочек проволоки. Нанизываем маленькую бусинку. Фиксируем ее на конце проволоки. Это будет голова бабочки. Добавляем усики из цветочных тычинок. Плотно закручиваем проволоку. Надеваем с другого конца еще несколько бусин. Последнюю бусину тельца закрепляем витком проволоки. Вместо проволоки можно использовать обычные нитки. Закрепляем конец. Обрезаем лишнее. Аналогично делаем несколько бабочек из ниток других цветов. Сгибаем нашу бабочку пополам. Промазываем сгиб клеем с лицевой стороны. Прикладываем туловище и прижимаем. Также клеем фиксируем усики, чтобы они держались ровно. Разноцветную бабочку приклеиваем на прищепку. Ею можно украсить шторы. Белая бабочка будет прекрасно смотреться в виде магнита на холодильник. Наносим немного клея на обратную сторону бабочки и приклеиваем магнитик. Розовой бабочкой можно украсить цветочную композицию дома или в саду. Наши чудесные декоративные бабочки из ниток и бусин готовы. Они станут нарядным украшением интерьера и принесут ваш дом немного лета и ярких красок. В сегодняшнем мастер-классе мы покажем, как сделать подарочную шкатулку из картона. Для изготовления нашей шкатулки подберем подходящий лист картона формата А4. Отмерим по 3 сантиметра от края со всех сторон. Отметки параллельны друг другу. Соединим их с помощью линейки и карандаша. На размеченных линиях от края листа отмечаем два раза по 3 сантиметра. Следим, чтобы засечки были параллельны, иначе конструкция не сложится. Соединяем отметки двумя линиями. Отступаем еще по 10 сантиметров с двух сторон. Соединив тучки, мы получаем основание коробки. И снова отступаем два раза по 3 сантиметра. Осталось расчертить, и схема нашей подарочной шкатулки будет готова. Подкладываем деревянную доску, чтобы не испортить рабочую поверхность. Канцелярским ножом отрезаем лишнюю часть листа. Теперь ножницами сделаем надрезы по линиям с каждой из сторон к основанию. С вертикальной стороны делаем надрезы по 6 сантиметров, а с горизонтальной только 3 сантиметра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Картон плотный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пару раз проведем по линиям сгиба, без нажима, можно порвать картон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот наша конструкция легко складывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь с помощью клея ПВА зафиксируем конструкцию. Наносим его на внутренние элементы коробки, которые будут соприкасаться друг с другом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Складываем таким образом. Закрепим прищепками уже приклеенные стороны и продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока клей высыхает, сделаем крышку к шкатулке. Отмеряем ширину, равную основанию коробки. Можно даже засечки сделать чуть больше. С противоположной стороны намечаем такую же отметку и проводим линию от точки до точки. Отрезаем ненужную часть листа. Делаем параллельные засечки по ширине основания. Соединяем точки. От полученной линии отступаем еще по 3 сантиметра. Это будет стенка коробки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вновь продавливаем линии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Складываем лист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клей высох, прищепки уже можно убрать. Примерим крышку. Переворачиваем коробку. Делаем метки карандашом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срезаем лишнее. Самое время украсить нашу коробку. Возьмем бумагу для скрабукинга. Подбираем все по цвету. Еще нам понадобится лента для того, чтобы коробка закрывалась. Расположим ее на развернутую крышку так, чтобы с двух сторон оставались концы. Наносим немного универсального клея на ленту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переворачиваем и приклеиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выбранную бумагу с принтом мы клеим на крышку с помощью ПВА. Лента остается под бумагой. Собираем коробку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний штрих. Наша мятная подарочная коробка из картона, сделанная своими руками, готова. Комментируйте и делитесь с нами своими идеями. Вы сможете увидеть много интересных мастер-классов по скрабукингу, подписавшись на наш канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова